Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Время новостей. Итоги» в студии Ассаль Тульгенова и вот лишь некоторые темы выпуска. Площадных мероприятий не будет. В Сочи усилят меры безопасности в новогодние праздники. С чем это связано? Золотые яйца, рост цен на них и мясо курицы удержать не удается. Как обстоят дела в Сочи и какие действия предприняла ФАС? Почти полторы тысячи обращений. На Кубани прошла прямая линия с губернатором края. Какие темы поднимались и как будет решен вопрос обманутых дольщиков? Начнем с одной из главных тем недели. В Сочи во время пика зимнего курортного сезона будет организован региональный межведомственный штаб. Он начнет работу 11 декабря. Это стало известно на совещании под руководством губернатора Вениамина Кондратьева, где обсудили подготовку к новогодним праздникам. Если для жителей и гостей края конец года – это время отдыха и предпраздничных забот, то для тех, кто обеспечивает порядок в регионе – это время напряженной работы. Площадных мероприятий не будет, как и в прошлом году. Но торговые центры, театры, музеи работу не отменят. Они, как правило, станут местом притяжения большого количества людей, как и парки, набережные и другие общественные места. А значит, пристальное внимание правоохранительных органов направят именно туда. Следить за общественным порядком в муниципалитетах будет свыше 9 тысяч казаков. Невзирая на то, что мы не будем делать массовых концертных мероприятий, но тем не менее, в площади улицы все равно люди будут ходить, гулять даже без массовых мероприятий. И в этих торговых центрах, в магазинах, в театрах, в кинотеатрах, в музеях, даже набережные, еще раз подчеркну. Вот здесь безопасность выходит на первый план. Мы традиционно и ЖД вокзалы максимально берем под усиленные контроли, под усиленную охрану, и автовокзалы, и аэропорт, который в Сочи найден. Безопасность должна быть там на высочайшем уровне. Вот как у нас было патрулирование в наших коротких городах казаками. Вот пусть и казаки патрулируют в взаимодействии с правоохранительными органами. И набережные, и в данном случае места массового скопления людей, в том числе и площадь. ЖД и автовокзалы, а также сочинский аэропорт будут работать с большой нагрузкой. Новогодние каникулы в крае ожидают больше 450 тысяч туристов. Большую часть примет Сочи, а именно горнолыжные курорты. По опыту прошлых лет здесь развернут оперативный штаб. Координировать его работу губернатор поручает своему заместителю Александру Рупелю. Что касается оперативного штаба, который мы в Сочи всегда развертываем. Елизавета Александрович, вам поручаю этот штаб возглавить. Он должен начать работать с 11 декабря. Для того, чтобы огромный поток и машин, и людей, и общественного транспорта, как мы не раз говорили, развести, чтобы не создали транспортный коллапс. Ну и в целом, и канатные дороги должны работать. Также должно быть энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение. И Сочи, понятно, и в целом курортных городов, где будет огромное количество отдыхающих. Конечно, самой Красной Поляны на высочайшем уровне, потому что, еще раз подчеркиваю, людей будет и отдыхающих очень много. Больницы и поликлиники региона также подготовились к наплыву отдыхающих. Об этом доложила вице-губернатор Анна Менькова. Анна Алексеевна Менькова, у нас больницы должны быть готовы к тому, что внепланово в новогодние праздники могут, не дай бог, конечно, оказаться пациенты. Мы традиционно готовимся к этим всем мероприятиям, Вениамин Иванович. И мы же ежегодно дополнительно отправляем в Сочи и в горный кластер бригады скорой медицинской помощи с других муниципальных образований. На сегодняшний день мы полностью укомплектованы, мы знаем, кто будет работать. Восьмая больница тоже готова, там развернуты все койки и есть возможность развернуть дополнительные, готова санавиация. В принципе, мы понимаем для себя задачи, понимаем, что будет сложности в связи с тем, что действительно большой наплыв, но традиционно держим эту ситуацию на контроле. Помимо прибрежных городов, жители и гости края поедут в предгорные районы. Там также позаботились о безопасности отдыхающих. Отмечу также, что в зимний сезон у гостей значительной популярностью пользуются предгорные районы, такие как Обширонский и Мостовской. Ежегодно они в сумме принимают порядка 420 тысяч туристов, причем 125 тысяч приходится именно на зимний период. В районах будут работать собственные муниципальные штабы, которые будут мониторить работу потребительской сферы, туристической, коммунальной, транспортной инфраструктуры и на ежедневной основе координировать все действия с краевым штабом. В новогодние каникулы возрастает нагрузка и на инженерные сети. Сейчас в крае готовы 174 резервных источника электроснабжения, больше 600 аварийно-восстановительных бригад. Это почти 3000 специалистов. Новый год – семейный праздник. Время, когда люди ходят в гости, отдыхают дома, собираются с родственниками за столом. Губернатор обращает внимание коллег, в это время каждый должен быть в режиме готовности, чтобы проблемы со светом, теплом или газом не омрачали праздничные дни. Должна быть бесперебойной работа в целом всех коммунальных служб, ну и, конечно, коммунальной инфраструктурной. Вы понимаете, речь идет, в первую очередь, об электричестве, о водоснабжении, о газоснабжении. Вообще Новый год считается семейным праздником, и, понятно, я уверен, что большинство жителей края его будет отмечать дома. Главное, чтобы и электричество было в домах и квартирах, и вода была, и газ был. Вот это принципиально важно, чтобы мы не испортили новогодние праздники. Я здесь, Александр Григорьевич Прошунин, то есть к вам обращаюсь вместе с ресурсоснабжающими организациями, с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Проверьте систему энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения. В первую очередь, конечно, жителей, но и социальных объектов. И в случае необходимости аварийно-восстановительные бригады, они должны быть в том количестве, достаточном для того, чтобы даже если авария произойдет, быстро-быстро была устранена. В этом году по количеству туристов Кубань поставит рекорд. Крае уже отдохнули 17,5 миллионов человек. Все структуры настроены работать слаженно, ожидая еще большего количества гостей. Вопрос взаимодействия вы сегодня поднимали абсолютно правильно. Это один из самых, наверное, главных таких вот принципов нашей работы. Только совместно, вовремя извещать друг друга направление, вовремя говорить о том, что необходимо провести те или иные мероприятия. Без согласованности действия будет разнобой. Когда разнобой возникает, тогда нет результата. Стивенович, спасибо тоже за позицию такую, она всегда у нас общая. На самом деле, коллеги, не надо перекладывать друг на друга вот то, что называется способом достижения результата. Нам результат нужен один на всех. Поэтому, так что вот эта полиция, это там кто-то еще и еще, а это мы, это не мы, вот это не пойдет. Мы и работаем по принципу все вместе, дополняем. А в рамках своей компетенции уже принимаем решения. Вот этот оперативный штаб абсолютно правильно мы проводим. Мы работаем на предупреждение. Главное, что мы должны работать все вместе. Еще раз подчеркиваю, все вместе. Вот на треть, коллеги, я всех нацелю. И здесь Сергей Борисович признателен за вот эту инициативу проверить побережье на предмет, на самом деле, легальной работы этих кемпингов и в целом всех объектов, либо средств размещения. Насколько они в правовом поле. Мы должны это реализовать, вот это вот решение сегодня, для того, чтобы обеспечить вот эту штатную работу региона. В том числе не только в новогодние праздники, в их преддверии, но и в целом. Поручения начали выполнять уже сейчас. От сплоченных действий зависит спокойствие и безопасность всего Краснодарского края. Никакие происшествия не должны омрачить каникулы граждан. Еще одно важное событие, которое произошло на этой неделе – прямая линия губернатора Краснодарского края, которая длилась свыше четырех часов и стала самой продолжительной за все годы. Глава региона Вениамин Кондратьев ответил более чем на 35 вопросов жителей. А всего во время эфира поступило почти полторы тысячи обращений. Темы поднимали самые разные – льготы, семьи мобилизованных, ЖКХ, строительство, благоустройство, ликвидация последствий подтоплений. Немаловажное место заняла тема обманутых дольщиков. Каждый обманутый дольщик в Краснодарском крае получит ключи от своих квартир. Об этом заявил губернатор в ходе прямой линии накануне. К Вениамину Кондратьеву обратились будущие жители нескольких долгостроев. Сейчас количество людей, которые ждут свои квадратные метры, кратно уменьшилось по сравнению с 2015 годом. Глава края обозначил свою принципиальную позицию. Пока последний из них не заедет в свою квартиру, в крае не перестанут решать проблемы обманутых дольщиков. 63 тысячи было обманутых дольщиков, сегодня осталось 4,5 тысячи. И однозначно, и проблема должна быть решена. И было 547, сейчас осталось 46 домов. 4 миллиарда рублей мы выделили из края, 4 миллиарда за это все время, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Плюс, я огромная поддержка здесь правительству, лично, конечно, здесь без президента не сдвинулось решение этого вопроса. И, конечно, серьезные деньги были выделены из федерального бюджета через фонд поддержки обманутых дольщиков. И прокурор края, еще раз подчеркиваю, на контроле держит. Ну, еще раз подчеркиваю, мы находимся в правом поле, и здесь, если уж количество судебных заявлений в суды большое, и пока суть не рассмотрят, конечно, дальше двигаться сложно. Мы пытаемся все сделать, еще раз подчеркиваю, все сделать, чтобы вот даже те, которые сейчас задали вопросы, которые их не задали, это 4,5 тысячи, они свои ключи от квартир получили. Это моя принципиальная позиция. Мы понимаем проблему каждого и идем на решение вот этой проблемы. Для решения вопроса в регионе применяют три доступных инструмента. Это достройка домов с поддержкой регионального и федерального фондов, а также привлечение инвесторов. Только в этом году проблему закрыли по 39 домам. Восстановили права 4 тысяч человек. На этой неделе Ростехнадзор подтвердил готовность Сочи к отопительному периоду. Напомню, в прошлом году курорт стал одним из немногих городов, получивших паспорт к готовности от Ростехнадзора. Поэтому сейчас был использован весь накопленный положительный опыт в части обеспечения должной подготовки к отопительному периоду. До начала сезона все котельные курорта провели профилактические мероприятия и необходимый ремонт. По результатам проведенной проверки, Ростехнадзор выдал Сочи паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024. На сегодня отопление в дома и социальные объекты подается в штатном режиме. Для жителей в департаменте городского хозяйства действует горячая линия по вопросам отопления. Обратиться на нее можно в рабочее время. Также круглосуточно работает единая диспетчерская служба МУП «Сочи Теплоэнерго» по всем четырем районам. А вот и одна из самых нашумевших тем недели. Только ленивый на этой неделе не говорил о том, что куриные яйца подорожали в разы. С чем это связано? ФАС разослала торговым сетям письма с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Ограничение распространяется на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам. Помимо яиц подорожали в этом году и курица. Еще в конце июля Форбс сообщал, что цены на куриное мясо побили исторический рекорд. Как обстоит ситуация с ценами на яйца и курятину в Сочи, подробности расскажет Валерия Асача. Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который вызывает обеспокоенность потребителей. О том, согласны ли сети с предложением ФАС, участники рынка должны были сообщить в понедельник, 4 декабря. Кроме того, до 6 декабря они должны предоставить регулятору информацию за ноябрь этого года о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах, с указанием конкретных поставщиков. Стоимость самой курицы также оставляет желать лучшего. Сегодня, покупая филе, в магазине придется оставить более 400 рублей за килограмм. Стоит ли говорить, насколько этим недовольны покупатели? Это было приемлемо, может, лет 10 назад, но не сейчас. Да, маленько расходы увеличились. Да не должно быть у нас этого добра навалом. Это все делается непонятно, как искусственно. Я считаю, что резко такие вещи не должны происходить. Яйца были 50, а сейчас 109, самые маленькие. Вчера покупала. Росстат сообщил о динамике цен на яйца. Продукт продолжил лидировать по темпам роста в этой категории. Только за неделю, с 21 по 27 ноября, стоимость выросла почти на 4,5%. При этом чуть снизился, но продолжился рост цен на курятину за неделю на 0,02% против 0,08 недели ранее. По росту цен с начала года курица продолжает лидировать среди мясных продуктов, подорожав более чем на 30%. Цены на свинину за этот период выросли почти на 13%, говядину на 6,3%, баранину почти на 17%. В Российском птицеводческом союзе ранее отмечали, что одной из причин подорожания стал рост спроса. С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет. А если растет спрос, растет и стоимость. Покупатели надеются, что вмешательство ФАСПа может сдержать цены, невзирая на то, что в предновогодние дни они, как правило, ползут вверх. Поговорим на этой неделе и о новой схеме телефонных мошенников. Что же они делают? Они звонят и говорят, что по доверенности с вашего счета снимают деньги или продают ваше жилье. Чтобы спасти финансы, их предлагают перевести на якобы безопасный счет, а жилье продать самим. Деньги от сделки требуется также зачислить по реквизитам звонивших. При этом стоит обратить внимание. В обоих случаях мошенники давят на то, что у них будто бы есть доверенность, подписанная вами. Как быстро проверить на подлинность такой документ, рассказали в Федеральной нотариальной палате. Как проверить доверенность? Введите реквизиты документа на сайте ФНП. Такой проверкой в этом году воспользовались более 2,5 миллионов раз. В документах, выданных после 29 декабря 2020 года, содержится QR-код. Надо отсканировать фото доверенности и с помощью сервиса ФНП узнайте, существует ли такой документ. В минувшие 7 дней не обошлось без пожаров, ДТП, краж и мошенничества. О некоторых из них расскажем в нашей традиционной подборке. На перекрестке улиц Островского и Московской водитель каршеринга сначала выполнял странные маневры на проезжей части, затем заехал на тротуар, пересел в кресло пассажира и уснул. Там его и обнаружили сотрудники госавтоинспекции, которые выяснили, что 45-летний сочинец угнал арендованный автомобиль, находясь в алкогольном опьянении. Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пассажир минивена не заметил мотоцикл и открыл дверь автомобиля, чем спровоцировал аварию. Инцидент произошел на улице Пластунская в центральном районе Сочи. Камера, которая была на водителе двухколесного транспорта, запечатлила произошедшее. Пострадавшему помощь медиков не потребовалась. Местная жительница отправилась на Волещенскую пещеру, а в назначенное время не вышла на поверхность. Об этом в МЧС сообщила ее подруга. Спасатели спустились вниз и нашли ее. Авария с участием электросамоката произошла на пересечении улиц Чемпионов и Континентальный проспект на федеральной территории Сириус. Видеоинцидента сняла пассажирка отечественного автомобиля. По ее словам, водителю легковушки на перерез вылетел двухколесный транспорт. В результате ДТП пассажирке автомобиля и водителю самоката понадобилась помощь медиков. Госавтоинспекторы Сочи при проведении мониторинга камер видеонаблюдения заметили БМВ, выехавший на встречную полосу движения. Водитель устроил дрифт на проезжей части. Действия молодого человека создали угрозу безопасности дорожного движения. В настоящий момент нарушитель доставлен в отдел полиции Центрального района для дальнейших разбирательств. 35-летний приезжий со знакомым решили похитить ВАЗ. Они проникли в машину, замкнули провода, чтобы ее завести, но что-то пошло не так. Авто вспыхнуло, а несостоявшиеся угонщики поспешили скрыться. Полиция задержала одного из подозреваемых, возбуждено уголовное дело. Поджигателю теперь грозит до семи лет за решеткой. Авария с участием четырех транспортных средств произошла на дублере курортного проспекта. Движение на данном участке дороги было сильно затруднено. Как сообщил источник, виновником аварии стал водитель автомобиля Вольво, который превысил скоростной режим и допустил столкновение с другими участниками движения. В результате аварии пострадали четыре человека, все были доставлены в больницу. Чем нам еще запомнилась уходящая неделя, мы расскажем во второй части выпуска. Новая точка притяжения на курорте. В Сочи установили аллею городов. Насколько обширна география? Вместо салютов – помощь защитникам. Горожан призывают отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь и отправить средства в зону СВО. Как это сделать? Снега, квартиру и счастье. Съемочная группа «Сочи-24» узнала у горожан, что они хотят попросить у Деда Мороза. Сейчас в эфире «Сочи-24» реклама, она пройдет быстро, не переключайтесь. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на «Сочи». Настройся на «Макс ФМ». Итоги в эфире и мы продолжаем. На этой неделе РЖД полностью восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Первый по отремонтированному участку проследовала «Ласточка», «Туапсей» и «Меретинский курорт». Сейчас все поезда идут по расписанию, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства «Сочи». Напомню, участок был поврежден штормом 26 ноября. Один из путей оказался разрушенным. К ликвидации последствий привлекли 165 человек и спецтехнику. РЖД оперативно организовали движение через поврежденный участок в реверсивном режиме по уцелевшему пути. А тем временем рядом велись восстановительные работы. Было уложено 115 метров пути и смонтирована контактная сеть возле станции «Лазаревская». Для защиты разместили более 300 железобетонных волнорезов, а в основании выгрузили свыше 200 вагонов бутового камня и порядка 100 вагонов щебня. Сейчас РЖД продолжает вести мониторинг состояния пути на участке Туапсе-Адлер. Для этого в прибрежной зоне установили 17 наблюдательных постов. Новые требования к авторизации на сайтах. Запрет закрытия учреждений культуры без оценки и учета мнений местных жителей. Ужесточение контроля за деятельностью рейтинговых агентств. Вот далеко не полный список законов, вступающих в силу в декабре. Как они изменят нашу жизнь, в студии программы подробно рассказал юрист Александр Бакин. И вот фрагмент интервью. По поводу маркировки. Данное, скажем так, законодательство у нас идет уже с начала этого года. И относительно напитков неалкогольных, законопроект существует уже, насколько я помню, с сентября месяца. И с сентября месяца производители и магазины могли в добровольном порядке, то есть в необязательном, производить такую маркировку. Многие это и делали. На сегодняшний день это стало обязательным. И маркировка теперь относится ко всем безалкогольным напиткам, которые были произведены на основе соков, либо морсов и, соответственно, признаны к общему употреблению в торговых сетях. Для чего это сделано? Почему раньше такой надобности не было, а сейчас вот появилось? Ну, здесь же все идет именно с точки зрения контроля качества и защиты наших интересов как потребителей. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео Сочи 24. И мы продолжаем говорить о мерах, которые будут приняты в зимние праздники. Городских фейерверков на Рождество и Новый год в этот раз очень не будет. Средства принято направить на передовую СВО для поддержки защитников Отечества. Такое заявление сделал глава города в своем телеграм-канале. Гостиничные и рестораны, комплексы, организации и жители, которые планировали использовать дорогостоящие салюты, призвали присоединиться к инициативе. В этом году акцент во время рождественских и новогодних праздников будет сделан на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематики. Во всех районах Сочи подготовлены программы. На время детских каникул запланировано более 250 событий. В новогоднюю ночь на главных площадях во всех районах Сочи и в горном кластере пройдут тематические мероприятия. Как подчеркнул глава, масштабные праздники с традиционным сочинским размахом будут отложены до времени, когда бойцы с победой вернутся домой к своим семьям. Сэкономленные от фейерверков средства сочинцы могут направить благотворительный фонд «Скорей добрей» для помощи землякам, находящимся в зоне СВО. Реквизиты вы видите на своих экранах. Назначение платежа – благотворительное пожертвование на оказание помощи гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации и их семьям. Подробности можно получить по телефону. Фейерверков не будет, но курорт вовсю продолжает подготовку к зимним торжествам. В том числе в городе появляются интересные локации. Аллея с названиями российских городов привлекла внимание жителей и гостей курорта. Арт-объекты расположились напротив железнодорожного вокзала Сочи. Какие населенные пункты написаны на инсталляциях, узнала наша съемочная группа. В сквере напротив ЦУМа появились инсталляции с названиями российских городов. Они сразу стали точкой притяжения для жителей и гостей города-курорта. Каждый турист, находясь в Сочи, может сфотографироваться возле инсталляции с названием своего родного города. Арт-объекты с надписями Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Донецк, Луганск и другими населенными пунктами установлены на так называемой аллее городов. Анна и Дмитрий – молодожены, переехали из Иркутска в Москву. Пожив там некоторое время, поняли, что хочется в тепло и перебрались в Сочи. Инсталляция со столицы привлекла их внимание и они с удовольствием сфотографировались на ее фоне. Когда мы из Иркутска уезжали, там еще нормально было, даже тепло. В Москве было будто бы гораздо холоднее. А тут, конечно, прям огромный контраст. То есть, мы как приехали, да, сразу сняли наши куртки, шарфы. Просто в шоке были от того, как тепло. И также тут пальмы. В общем, класс. Такое оформление понравилось и туристам, и местным жителям. И те, и другие уверены, для курортного Сочи это отличная идея. Ну, хорошо. Ну, а почему хорошо? Ну, хоть люди будут в столицу смотреть, города, Краснодар, Ростов, интересоваться, что у нас Сочи так красиво. Инсталляция супер красивая, мне все очень нравится. С ними классно фотографироваться, классная фотозона. Я сама приехала из республики Хакасия, города Свиногорска. Очень бы хотелось, чтобы этот город тоже здесь присутствовал. Во всех районах города-курорта установлены различные арт-объекты, которые позиционируются как места для фотографирования туристов. Напомню, в Сочи полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади флага установлена ель высотой 23,5 метра. По городу расставлены световые праздничные конструкции и стилизованные композиции. На этой неделе стало известно, сколько гостей примет город-курорт в новогодние праздники. Более 270 тысяч гостей в средствах размещения, еще 200 тысяч однодневных туристов. Такие прогнозы делают в администрации города. А тем временем, один из популярных сервисов по поиску работы провел свое исследование и выяснил, что отметить новогодние каникулы в Сочи мечтают 13% россиян. При этом Сочи находится не на первой строке в топе популярных мест для новогоднего отдыха. Ее занял Санкт-Петербург. Туда хотели бы отправиться 17% опрошенных. Следом идет Москва и на третьем месте среди городов, в которых россияне мечтают провести Новый год и Рождество, находится Сочи. А в целом этой зимой в Краснодарский край собирается 2,5 миллиона курортников. Почти половина номеров уже забронирована на декабрь и январь. Причем 60% бронирований приходится на Большой Сочи. И в завершении окунемся в детство и узнаем, что же жители гости курорта попросили бы у Деда Мороза, если предоставилась бы такая возможность. Мармелад, курсы японского, золотую рыбку и даже подводную лодку просят россияне у Деда Мороза. Его почта уже начала работу в Великом Устюге. О чем хотели бы попросить волшебного старца жителей и гости курорта? С таким вопросом съемочная группа «Сочи-24» отправилась на городские улицы и вот что из этого вышло. Мир во всем мире. И детям здоровья. Ой, ты упадешь в квартиру в Москве. Открытых границ в мире. Даже не знаю, я хочу на Байкал. Хотелось бы попасть в какую-нибудь азиатскую страну, например, в Китай или в Корею. Чтобы дети скорее вернулись на каникулы с учебы и успешно сдали сессию. Здоровье самое главное. Ну и мир во всем мире. Какой-нибудь подарочек еще. Какой? Какой подарок, какой подарок. А вот надо же. А крокушеколад, да, крокушеколад. Вот таких вот очень вкусных. Просто чисто символически. Мне было бы очень приятно. Приукрашенные снегом пальмы и елочки в городе Сочи. Я попросил мороженое. Мороженое. Хочется мороженого очень вкусненького. Какого-нибудь шоколадной глазурью. Такое, знаешь, чтобы там орешки были. Чтобы там все. Если бы я сейчас встретил, это было бы топ. Просто топ. Я желаю вам встретить своего Деда Мороза. И на этом у меня все. Какими будут следующие 7 дней, покажет время и Сочи 24. В итогах недели. Так что оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова